Итак, доброе утро всем, доброе утро, дорогие друзья, шалом, доброе утро, сейчас я чуть опоздал, 10.04 на 4 минуты, да, это прямо для меня необычно, чтобы я на урок Тора опаздывал, вообще во все остальное я чаще всего опаздываю, а вот на уроке Тора как-то в 10.00 приучил себя с 10.00 до 10.20, до 10.25, Лилия Берман, шалом, значит все, Михаил Ткач, шалом, уже много лет Михаил ходит на уроке Тора, Марина Шувалова, шалом, Шувалова Марина, Яков Шатадин у нас, бессмертный, все, доброе утро, и вот Виталий Величко, шалом, шалом, шалом всем, все, Оксана Сериченко, всем доброе утро, все, мы продолжаем изучать притчи, притчи царя Соломона, и находимся мы сейчас в 22 главе и 24 отрывок, 24 отрывок. Значит, до этого он, царь Соломон, царь Соломон нам рассказывал о том, что запрещено притеснять бедных и обездоленных, потому что если ты у них забираешь последнее, то Бог у тебя заберет последнее, что у тебя есть самое дорогое, это душа, то есть это здоровье, здоровье, иногда жизнь даже. Поэтому с ними надо, конечно, быть очень осторожными, с людьми, которые находятся на крайней степени отчаянности, отчаяния, да. А теперь 24 отрывок, нам идет еще одно предупреждение, да, то есть идет еще одно предупреждение, что есть вещь еще и поопаснее, и поопаснее, да. Всем шалом, всем доброе утро, вот сейчас как раз все, кто зашли, сосредоточьтесь, потому что это очень часто встречается, и этого надо очень сильно остерегаться. Значит, в 24 отрывке говорит царь Соломо, Соломо Аль-Аль-Титра Бааль-Ав, Ве-Ат-Ве-Эт-Иш-Хэмот-Ло-Таво. Значит, не дружи, он говорит, не дружи, не приближайся, не соединяйся с Бааль-Ав. Бааль-Ав это гневливый, с гневливыми нельзя к ним присоединяться. Мы уже знаем, много раз говорил царь Соломо против гнева, Тора нам говорит против гнева, говорят наши мудрецы в Талмуде, что тот, кто гневается в сердце, похоже на, как будто бы служит идолом, он как идолопоклонник, то есть он служит своему эго, и гнев это страшная вещь, которую Рамбан писал своему сыну, он говорит, что тот, кто гневается, все виды ада над ним властвуют. То есть он прямо это сжирает его тело и так далее, страшная вещь. Теперь нам говорит в 24-м отрефте царь Соломо, что с ними нельзя общаться, с теми, кто гневливый, с ними нельзя общаться. Теперь нельзя дружить, нельзя с ним, к ним присоединяться. А есть гневливый, который выражает гнев, а есть, который называется гневливый в сердце с собой, в сердце. Значит, хама это гнев, который человек внутри себя держит и ждет, чтобы его выразить, да, такой раздраженный и это самое написано. С ним не общаться, с пыльчивым человеком. Вообще представьте, ну как это так? Вот так, то есть Тора говорит, что нужно очень сильно остерегаться, чтобы не нарушить заповеди, чтобы не нарушить. То есть был интересный такой момент, один из великих мудрецов, Саба Миновардак, был такой мудрец, он начал изучать Тору у Раби Исройля Салантера. И он, когда начал у него учиться, он настолько, настолько, как бы понял, что это самое важное, что он взял и заперся в доме на какое-то время. Два года он сидел запертый в доме, ему все говорят, выйди из дома, как это так? Есть много заповедей, ты должен там в синагоде молиться, Йом-Типур соблюдать. Он говорит, вы знаете, говорит, есть самая главная заповедь, сказал царь Давид, это был папа царя Салмона в псалмах. Он сказал, сур мирова асетов, отодвинься от зла и делай добро. То есть на первое место он поставил отодвинуться от зла. Он говорит, если я не могу совладать с собой, если я гневаюсь, если я и так далее, как я могу с людьми вообще общаться? То есть зачем нужны все эти заповеди повелевающие, если я не могу справиться со своим злым началом? Я вначале должен справиться со своим злым началом, а потом, потом я уже буду делать. И, значит, он два года сидел в этом доме, потом вышел из этого дома, и он с 1917 года, когда революция, там все вокруг. А он открывать начал ешивы, чтобы места, где сидели и служили Богу. И он открыл там, я не помню сколько, десятки ешив он открыл, около двух тысяч человек всего училось в этих ешивах. Вокруг там война, революция, все. А они сидят, служат Богу и рассказывают, вот насколько он был в ситуации, когда он победил свое злое начало. Он, значит, например, стоит после шаббата, делает авдалу, это разделение между святым и будничным. И забегают солдаты какие-то в бэтмидраж, стреляют, все. А он стоит и продолжает говорить, у него даже не дрогнула ни одна мышца. То есть он спокойно себя, то есть он полностью победил свою вот эту эмоциональную природу, свой страх, эмоции, раздражение, гнев, все победил. Он, когда ему было за 70 лет, он мог, например, за, ну он ездил на вагонах вот так вот. То есть он был как в нереальности, он был выше реальности. Он считал, что Тора это настоящая реальность, и весь мир это как отражение. И он, интересно, что он умер, он умер в Киеве, в Киеве где-то в 20-е годы он умер, он ходил по госпиталям и тифозным, где тифозные больные лежали. И находил там евреев, их, хотел он их вытащить, чтобы, в общем, помогал больным там и так далее. И он все-таки умер, ему было там за 70 лет, он умер. Хотя он не боялся умереть, но он все равно умер. Но что интересно, есть такая Мишнах Пертьявод, написано, Амихабет это Тора, тот, кто почитает Тору, Гуфо, его тело, Мехубат Алябриот, его тело почитаемо созданиями. Вообще непонятная глава, почему тело человека, который почитает Тору, будет вдруг уважаемо людьми, непонятно. И вот это, есть Мишнах Пертьявод, там меньше всего комментариев, ну непонятно, как ее объяснить. Теперь, Саба Миновардак, вот его жизнь доказывает, что все понятно, все как есть, как написано, так и есть. Значит, когда в 60-е годы в городе Тиеве на месте еврейского кладбища сносили его и строили стадион, почему-то разрешили увезти его в могилу и перевезти ее в 60-е годы в Советский Союз, перезахоронить его, он перезахоронен в Иерусалиме на кладбище Араменухо. То есть его тело настолько почитаемо созданиями людьми, что его даже в советское время разрешили вывезти из Советского Союза и перезахоронить в Иерусалиме. Тот, кто почитает Тору больше жизни, его тело даже будет почитаемо созданиями. Хорошо, теперь, значит, в 24-й отрывок у нас есть конкретное указание. С гневливыми не присоединяться к ним ни в каком деле и с вспыльчивыми не общаться, по максимуму минимизировать с ними общение. И здесь есть, как это работает. Есть еще один, царь Шламу нас учил, что как маем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, как в зеркале, так сердце человека, его эмоциональная сфера отражает то, что чувствует другой человек. Ученые сегодня открыли, что в мозге есть зеркальные нейроны, которые настраиваются на другого человека. И эти нейроны, они как бы его зеркалят и внутри создают то эмоциональное состояние, которое испытывает второй человек. На этом основано вот это то, что интуиция, вот чувствую, одного чувствую, другого не чувствую, с этим хорошо, с этим нехорошо. Это все зеркальные нейроны, то есть человек чувствует то, что чувствует второй по отношению к нему. Так, значит, гневливого и раздраженного надо от них отдаляться, чтобы самому не попасть в преступление. Тот, кто гневается в сердце своем, как будто бы служит идолом. Понятно, да? А что надо делать? Я еще раз всем советую, кому важны мои советы, изучить две книги. Одна называется «Сад веры». Это Равшлома Аруш, где он доказывает на протяжении всей книги, что все, что происходит, это от Бога. И человек по-настоящему верующий, он должен, ну, осознавать, что реальность, она идет от Бога. И, как бы, это первый шаг. Второй шаг – «Сад благодарности». Вторая книга о том, что Бог, он хочет людям только добра. Если бы он хотел зла, он бы просто всех бы уничтожил и все. Теперь, если я верующий, и если я по-настоящему верю, что Бог хочет мне хорошо, а это как бы, ну, даже логикой понятно, что Бог хочет нам хорошо, иначе бы он уничтожил мироздание и все. Так вот, значит, раз я верю, что все делает Бог, и я Ему благодарен за то, что… А, и Он хочет мне добра. Значит, я должен Ему благодарен быть за все, что происходит. И тогда Он мне откроет, для чего Он делает какие события, чтобы я понял, что… Как мне вообще вести себя. Равш Ломаруш, он написал эту книгу, эти две книги, написал, когда у него был в жизни очень тяжелый период. Он был в яме, полной яме, долги, там, здоровье, голодал, вообще все. Но он верил, что все от Бога, и верил, что Бог ему хочет хорошо. И он, значит, ходил там часами, он уходил в лес и с Богом разговаривал, но только он не мог понять, где здесь хорошо, почему он голодает, почему у него долги, почему он, ну, как бы, находится в самой такой яме, не знает, что делать дальше. Но он радовался, и, значит, Бога благодарил, говорит, ну, раз так, значит, это зачем-то мне надо. И он просто хотел понять, зачем. И третья стадия, если человек действительно верит и действительно благодарен, Бог ему открывает. И он ему открыл вот этот вот способ жизни, когда есть вера стопроцентная, есть благодарность Богу, и он, Бог ему открыл, как эта вся штука работает, и он написал об этом книге. Книге проданы там 200 тысяч книг или 300 тысяч, у него там сотни, я не знаю, десятки тысяч учеников у него точно есть. А откуда ученики появились? Люди спрашивали, смотри, тебе так плохо, у тебя, как бы, такая вот ситуация в жизни ужасная, а ты такой радостный, научи. У нас все хорошо, мы не умеем радоваться, а у тебя все, казалось бы, плохо, а ты такой счастливый. Научи нас, мы хотим быть счастливыми, потому что смысл в жизни счастья. И он начал их обучать и понял, что для этого Бог его загнал в самую нижнюю такую фазу, для того, чтобы он смог из этой фазы вышли, выйти, как бы, из этой фазы и подняться. Понятно, да? Значит, все. Елена Асплин, потом скажу на этот вопрос. Не знаю, нужно здесь разные книги. Ну, давайте, есть много книг о вере, разные книги. Есть вот Яков Шатадин, может, вам напишет список книг. Есть книги, которые именно о вере, о том, как надо к Богу относиться. Давайте вам... В общем, список, с Божьей помощью, вот, Елена Асплин, спасибо за вопрос. Мы подготовим список книг, которые рекомендуем для чтения. Дальше, 25-й отрывок. 25-й отрывок, значит, все, с гниливыми мы не общаемся. И как раз 25-й отрывок объясняет царь Соломон, почему с ними нельзя общаться. То есть, ты как бы попадешь в западню, если ты будешь, если ты будешь общаться с этими гниливыми. Но тут есть одно очень хорошее слово, может быть, пен, пен, ты лав, может быть, ты выучишь его пути. То есть, есть шанс не присоединяться, есть шанс быть действительно настолько внутри себя, настолько как бы отделиться автономно от гниливых, чтобы не подсоединяться с ними. Но физиологически и технически шанс этот очень маленький. Я сколько работаю над собой, не могу. Если рядом есть кто-то, кто гневается, меня сразу включают. Вот я много лет тренируюсь, медитирую, там, обещаю себе все. Только стоит рядом, кто-то гневается, и у меня как искра, и включается эмоциональная сфера. А дальше уже, когда лошадь понесло, ее остановить очень тяжело. Поэтому лучше убегать. Я, например, убегаю от гневливых и от раздраженных, просто убегаю подальше, и все. Хорошо. Дальше царь Соломон в 26-м отрывке, он переходит на бизнес-сферу и дает нам совет, как вести себя в бизнесе. В 26-м отрывке он пишет. Не будь среди тех, кто ударяют по рукам, которые поручаются за суды. Значит, есть в мире, как бы, ну, люди стремятся к наживе. Это у нас все понятно, что все хотят зарабатывать. Если у человека 100, он хочет 200, есть 200, он хочет 400. То есть это, как бы, это такая исходная предпосылка. И как говорит царь Соломон, что когда человек умирает, и половины из того, что он хотел, нет у него в руке. То есть человек все время стремится к получению от этого мира чего-то, а чтобы это получать, ему нужны деньги. Понятно. Теперь, как работает мир. У кого-то они есть, у кого-то их нет. И те, у кого их нет, они пытаются заработать. Но им кажется, что если бы у них были деньги, то тогда им было бы легче. Им кажется, потому что денег-то у них пока нет. И раз у них пока нет денег, значит, их, как бы, вся система, вся структура, она, как царь Соломон говорил в Каэлите, что каждый получает плоды своих рук. Плоды. То есть каждый из нас получает результат того, что знает, того, что делает, какие принимает решения. Если у человека нет денег, значит, у него по каместь он эти плоды не вырастил. Теперь, но есть, как делают некоторые люди. Они идут и занимают, у тех, кто есть деньги, идут и занимают деньги с надеждой, что вот сейчас вот они займут деньги у кого-то, и они смогут эти деньги умножить. Причем часто они занимают под проценты, иногда под очень большие проценты. И с надеждой, что вот сейчас у них все прорастет, только им не хватало денег. Теперь, но те, у кого есть деньги, они не зря у них есть деньги. Они просто так их не получили и просто так их из рук не выпускают. И они, когда отдают кому-то деньги, они часто, если это бизнес-схема, они просят залог. Они просят залог. То есть, как есть известная история, как один пришел, один пришел занимать деньги под проценты и говорит, займите мне рубль, мне рубль нужен. Этот, который, ростовщик, который давал деньги в рост, он ему говорит, смотри, говорит, ну как я тебе дам рубль? А вдруг ты мне не отдашь, чтобы мне бегать потом за тобой? Что у тебя в залог есть, если ставить? Тот говорит, у меня в залог есть топор. Он говорит, отлично, давай оставляй топор мне в залог за этот рубль. Только ты же знаешь, я деньги даю в рост, рубль даю, а дашь два. Согласен? Он говорит, ну понятное дело, согласен. Он говорит, хорошо, значит, вот тебе рубль, значит, должен ты мне два, написали бумагу. Топор ты мне оставил в залог. Да, да. Он ему говорит, слушай, говорит, ну я тебе даю хороший совет, тебе же потом два рубля тяжело будет отдавать сразу, эти деньги большие. Давай ты мне рубль сейчас отдашь, а потом рубль потом. Он говорит, да, действительно, рубль потом, ну легче будет отдача им два. Отдает ему этот рубль, тоже подписали документы, что он уже полсуда вернул. Тот выходит потом на улицу, стоит и такой думает, так говорит, что-то я не понял. Ни рубля, ни топора, рубль должен, и все правильно. Так вот, если у человека нет денег, то у него, значит, он не знает пока, как их зарабатывать. Если он надеется, что у него получится, не факт, не факт, что получится, потому что он не знает в реальности. Теперь нам царь Соломон советует... А, и как работает схема? Обычно дают или под залог суду, или дают под поручительство того, у кого есть деньги, или того, кто гарантирует, что если этот не отдаст, я отдам за него. Это называется гарант. Так царь Соломон нам говорит, не будь гарантом, не будь гарантом, потому что куда ты лезешь вообще, зачем тебе быть гарантом? Тот, кто занимает, у него нет денег, и он думает, что у него получится. Тот, кто дает, он хотя бы, он хотя бы там или денег заработает, если он дает под проценты. По торе нельзя давать под проценты, нельзя брать под проценты. Но тот, кто дает, он хотя бы, если он дает без процентов, выполняет какую-то заповедь, что он поддержал того, кто занимает. Эта большая заповедь, это как дать сдаку. Когда у человека, он подкосилась ситуация, если ты ему даешь деньги в долг без процентов, то ты выполняешь заповедь, как будто бы ты дал сдаку. Теперь, значит, что, ну это понятно, тот, кто берет, он надеется получить, тот, кто дает, он получает или проценты, или заповедь выполняет. А вот этот вот поручитель, он ни то, ни другое. Он и деньги не взял, и заповедь не выполнил. Поэтому царь Соломон говорит, не будь среди тех, кто ударяет по рукам и поручается за суды. 27-й отрывок. Если тебе нечем заплатить, зачем возьмет он кредитор постель твою из-под тебя? Тут есть еще один нюанс по закону. Если кто-то занял деньги не под проценты и потом не может их отдать, то у него нельзя забрать его имущество. Потому что это его как бы, его имущество, нельзя прийти к нему домой и забрать у него. Это прямо в Торе написано. Но кредитор, вот этот вот гарант, гарант, это же, то есть получается так, один человек занял у другого и не отдает. Тот, которому не отдают деньги, он не может по Торе прийти и забрать у него залог, имущество из дома. А у гаранта может, потому что в Торе написано, не имеешь права забрать имущество его, должника. Но не написано, что гаранта нельзя забрать. Если гарант прогарантировал, то у гаранта забрать можно. Получается, гарант вообще здесь в идиотской ситуации. Но я из этого еще один нюанс вижу, что человек не должен быть гарантом за другого, потому что он гарантом за себя быть не может. Есть в Пертеевод, в Пертеевод то, что вы сытана мучите, там есть тоже такая мишна, что Не верь в себя до дня своей смерти. Не верь в себя до дня своей смерти. То есть человек не может знать, как он прореагирует. Тут он с гневом не может справиться. Тут с раздражением, тут с вожделением. Тут есть люди, которые там в три секунды типу снимают, и значит, все были такие суперрелигиозные, потом бак, проходит неделя, вообще нерелигиозные. Или там слаборелигиозные. То есть каждый человек, он сам себе выдумывает какие-то истории. Так, если человек за себя не может быть гарантом, за другого вообще нельзя быть гарантом. Это то, что я понял из 26 и 27 отрывка. И у нас остался 28 и 29, но сегодня мы уже 24 минуты позанимались. Поэтому 28 и 29 отрывок мы изучим в следующий раз. С Божьей помощью завтра. 29 отрывок, вообще один из моих любимых отрывков Мишли. Я на нем как бы строю всю свою деятельность. И он, кстати, это 29 отрывок, он как раз о том, как надо зарабатывать деньги. И как сделать так, чтобы были много плодов в жизни хороших. И это прямо жизненный путь. Это будет 29 отрывок, который мы изучим с Божьей помощью завтра. Приходите завтра на урок. Теперь три вывода. Давайте сделаем три вывода. Первый вывод, что надо быть спокойным. Для меня рациональным. То есть убрать гнев, убрать раздражение. То есть рациональное, спокойное мышление. Только это и можно назвать мышлением. Если человек находится под влиянием эмоций негативных, то он не думает. И когда в человека вселился дух дурости, написано, он грешит. Он грешит, и он может наделать кучу разных глупостей, и точно его решения будут неправильные. Поэтому первый урок, первый вывод мой, это спокойствие, только спокойствие. Второй урок, это не влазить ни в какие финансовые дела, особенно в чужие. Вот недавно со мной делился один мой знакомый, как он поручился за своего приятеля перед другим человеком. Тот ему занял деньги, а этот ему не отдал. И пришлось ему отдавать деньги, хотя у него очень тяжелое материальное положение. И он просто, ну когда у него хотели занять, а он хотел быть хорошим человеком, позвонил тому, у кого больше денег, и говорит, слушай, займи ему, я там гарантирую. И все, и тот не отдал. Представьте, ему сейчас приходится отдавать деньги, и он в тяжелом положении. Поэтому нельзя ни за кого поручаться. И третье, что, ну все, вот это вот два урока, которые мы сегодня выучили. Все, обязательно напишите свои выводы. Кто учил и не записал выводы, и не повторил свои выводы, кому-то их рассказав, как будто бы не изучал Тору, просто провели хорошо время. Поэтому напишите свои выводы от одного до трех, и прямо поделитесь ими. Расскажите друзьям, детям, и тогда они у вас точно останутся. А у других, да-да, нет-нет. Все, друзья, удачи, успехов, и с Божьей помощью, чтобы был у нас у всех хороший день, хороший год, и чтобы мы были спокойные, радостные, счастливые и гармоничные. Все, пока. Удачи, успехов. Субтитры создавал DimaTorzok